МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ СДОРОВЬЯ За какой помощью обращается молодежь Северного Казахстана к специалистам и как ее можно получить? Семь дней масштабных мероприятий. На главной площади Петропавловска к одню столицы города стартовал международный фестиваль Кызалжар Мюзик Фест. Чем порадовали артисты-жители и гостей города в первые дни концерта? Главная боль всех петропавловских водителей. О ремонте дорог спрашивали кумарок Сокалова жители города. Один из проблемных участков – отрезок улицы Букетова, реконструкцию которой делают второй год. Из последнего городской Акимат пообещал открыть улицу 1 июля, но участок все еще закрыт. Те сроки, которые мы заявляли по улице Букетова до 1 июля, закончить ее, да, то есть уже провести асфальтирование, средний ремонт, средним ремонтом пройтись. На сегодня вот дожди, которые были, чуть-чуть наши сроки продлились. Мы планируем ее до 7 июля уже завершить, то есть заасфальтировать и открыть данную улицу. Касательно именно самой ливневки, то есть как по срокам мы говорили, до 1 июля ливневку мы уже закончили. Сейчас идет там средний ремонт, это уже другой проект, а проект именно ливневки мы завершили 1 июля. Сейчас ремонт дорог идет на четырех улицах областного центра, это Жумабаева, Горького, Алтонсарина и Громовой. Работы на последних двух планируют завершить до 1 августа. Отремонтировали практически 64 километра автомобильных дорог по городу, 23 километра ливневых канализаций построены, 6700 столбов освещения, нового освещения по городу установлено. 460 дворов отремонтировано, в этом году еще 77 дворов, где будут проводиться ремонтные работы. Приступили в этом году и к долгожданному сносу микрорайона Капай. Сейчас подготовлены строеплощадки для 9 многоэтажек, для которых снесли 17 частных домов. Там запроектировано 27 многоэтажных домов, 2800 квартир, также будем строить там детский сад, строить будем поликлинику, будем строить там школу. То есть это очень хороший будет район, ну это географический центр города. Рассказал глава региона о ситуации на ТЭЦ-2. До 1 сентября там должны запустить 6 котлов, которые к осени необходимо капитально отремонтировать. Плюс до 1 ноября запустят еще 3 котла. На будущий год начнем строить уже другую трубу, намного выше, вместо первой и второй трубы. Вторая труба тоже будет разбираться. Требования к трубе соответствующие, чтобы эта же, эта труба должна выдержать большое давление. Эти трубы выпускают только специализированные заводы. Любую трубу туда не поставишь. Значит, это только специализированная труба, которая выдерживает высокое давление, большую нагрузку. Ну вот материал весь завезен, тарифов это нет, не отразится. Значит, повышение тарифов возможно, но это за счет стоимости угля и за счет стоимости перевозок. Но это по всей стране. К слову о перевозках. Кумар Аксакалов рассказал о судьбе Петропавловского аэропорта, который уже три раза выставляли на торги. Но покупателей так и не нашлось. Акимобласти отметил, что сейчас воздушная гавань несет убытки. Долги местной власти смогли погасить, но вкладывать в аэропорт нужно еще очень много. Для того, чтобы все устранить, нам нужны миллиарды опять. Понимаете? Миллиарды. Ну сколько можно тянуть? У нас что? Других вопросов города нет или области. Поэтому мы в надежде, что найдется бизнесмены, которые могут раскрутить наш аэропорт. Выставляем и будем выставлять, пока не продадим. Должны быть заинтересоваться компаниями, которые имеют опыт организации полетов. Значит, аэропорт может быть интересен, когда будет здесь дозаправка. Вот аэропорт города Алматы, он 40% по-моему зарабатывает только за счет того, что самолеты садятся, проводят дозаправку и улетают дальше. То есть это должна быть мощная нефтебаза, отвечающая всем требованиям безопасности. А это опять-таки, по-моему, 600-700 миллионов тенге. Проблемным проектом стало и возведение новой многопрофильной больницы. Сейчас стройку приостановили из-за смены министров, отметил глава региона. В министерствам прорабатываются новые подходы к строительству и закупу оборудования. Но в долгострой объект превратиться не должен. В 2023 году больницу планируют ввести в эксплуатацию. Дарья Пашмынцева, Агирим Хамзина, МТРК. Защитить от коронавирусной инфекции. С этой целью в Министерстве здравоохранения рекомендуют казахстанцам с 5 июля начать носить маски. Эта мера носит рекомендательный характер. По данным профильного ведомства, за последнюю неделю число инфицированных увеличилось в четыре раза. 4 июля Алматы вошел в желтую зону, поэтому жители Южной столицы в обязательном порядке должны будут носить маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте. 1 июля под председательством заместителя премьер-министра республики Казахстан Ярлы Тукжанова состояло заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции. На нем стало известно, что карантины за COVID-19 могут снова вернуть в Казахстане. Аферисты все чаще стали представляться сотрудниками полиции. Так чуть не попался на удочку мошенников житель Петропавловска. Злоумышленник, представившись именем одного из руководителей департамента полиции, пытался войти к потерпевшему в доверие. А потом переключить на своего напарника, который играл роль банковского работника. А дальше схема типичная. Выманивание конфиденциальной информации, перевод денег на безопасный счет и другие уловки. На мой вопрос, а почему нельзя, почему по телефону, почему нельзя как бы вызовите меня, как бы нет, там вот не надо, чтобы типа не знали там третьи лица, все это должно быть все конфиденциально. Мы хотим там вычислить там не, как сказать, недобросовестных сотрудников банка, которые сливают информацию. Принять горожанина лично липовый полицейский отказался. Тогда мужчина сам пришел к стражам порядка. Там его успокоили и сказали, что он поступил правильно. Запомните, ни сотрудники полиции, ни сотрудники банка никогда не будут звонить и спрашивать данные о вашей карте, а также требовать передачи кодов доступа, приходящие на ваш мобильный телефон. В таких случаях необходимо прекратить телефонный разговор и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте. Либо на сайте банка. Никому и ни при каких обстоятельствах не передавайте данные о вашей банковской карте. В области за последние несколько месяцев зафиксировано более 30 подобных случаев. Полицейские тем временем усиливают профилактическую работу, раздают людям буклеты с рекомендациями по защите от мошенников, развешивают предупреждающие баннеры, в кинотеатрах перед сеансами показывают профилактические видеоролики. Диана Сальхова при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Безопасность движения во многом зависит от состояния дорожно-транспортной инфраструктуры. Полицейские области регулярно проводят обследования уличной дорожной сети, реагируют на обращения людей. Так, одна из наиболее проблемных ситуаций сложилась в окрестностях дачного общества «Гудок». Водители большегрузных машин, срезая путь, разрушают дорогу, не предназначенную для многотонных автомобилей. По просьбам дачников, полицейские установили запрещающие дорожные знаки. Но ни они, ни административное взыскание в отношении водителей грузовиков не решили проблему. Знаки повредились, движение больше грузов продолжалось. В середине июня там установили камеру видеонаблюдения, чтобы защитить знаки от вандализма, а дорогу – от слишком тяжелого транспорта. Всего за полгода полицейские совместно с дорожными и коммунальными службами провели более тысячи обследований. Осмотрели почти 6 тысяч километров дорог. Проводятся работы по обновлению дорожной разметки, установке искусственных неровностей. Установлено и заменено около 500 дорожных знаков. В рамках проекта «Мобильная академия» профессорско-преподавательский состав Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Юзбулатова проводит в нашей области выездные трехдневные курсы по повышению квалификации сотрудников полиции руководящего состава. Ранее такие занятия проходили в стенах учебного заведения. Сейчас руководство академии решило опробовать новый формат с выездом по регионам. Без отрыва от работы руководители изучат концепции, которые они будут использовать в своей управленческой деятельности. Коуч-тренеры расскажут о специфике профессионального общения с населением, в том числе в кризисных ситуациях. Большая часть семинаров пройдут в формате без галстуков. В совершении выездных курсов все участники получат сертификаты. В Селеново-Ишимском районе Габита Мусрепова полным ходом идет строительство жилых домов. Этот пятиэтажный дом начали строить в мае 2021 года. Работы производит товарищество ПМК-5. Говорят, в сроки укладываются. Завершили работы по укладке стен, смонтировали внутреннюю систему отопления, электроснабжение, установили окна. Потребная организация ОТО МПК-5 хорошо зарекомендовала себя на строительном рынке. Прораб Адельбек Жарылкапов живет и работает здесь уже 14 лет. Под его пристальным присмотром в районе построили не одно здание. Я вот в центре района строил, где Советская улица, там двухэтажные дома, 13 квартир. Два дома сдавал и 18 квартир не сдавал. И вот здесь 50 квартир еще такой же. Все работы закончились, уже начали устанавливать приборы, унитазы, ванны все. Стадия идет полным ходом. У нас осталось чистовые работы. Петражем занимается, экономим работами. И сантехнические работники работают, малярии работают, липкащики работают. Всего здесь трудятся 15 человек из подрядной организации и те, кто трудоустроился через центр занятости. Зинаида Письменная всю жизнь проработала на стройке. Сейчас свои 63 года дома усидеть не получается, признается пенсионерка. По зову души Зинаида Васильевна вновь пришла туда, что называется делом всей жизни. Сантехники, которые батареи делают, мы сразу их, они заматывают, мы сразу красим, моем, всю эту грязь мы убираем. Все, потом идем на другой подъезд. 17 лет я работаю штукатуром. Я как закончила училище, так я всю жизнь работаю штукатуром. Я устаю, не говорю, что это моя усталость, это моя радость. Я вот когда пришла первая за стройку, вот сюда вот, после столько лет, я прям, ну как, я домой пришла уставшая, но нет, но я пришла радостная. В районе имени Габита Мусрепова это уже пятый 50-квартирный жилой дом. Квартиры будут распределяться среди очередников от Басы Банка по государственной программе Нурлежер. Мы этот дом закончим в августе месяце. Из бюджета было выделено более 600 миллионов тенге на строительство данного дома. Площадь данного дома составляет 4204 квадрата. Получается, однокомнатных 17, 19 двухкомнатных и 14 у нас трехкомнатных квартир. Инженерные сети коммуникации к данному дому полностью подвинены. В настоящее время ведется благоустройство жилого дома, то есть брусчатка, асфальтирование и так далее. В этом году здесь планируют начать строительство еще одного 50-квартирного жилого дома. Анастасия Кузнецова, Замат Баймукан, МТРК. Недопонимание в семье, тяжелый жизненный период или болезни, о которой сложно рассказать близким. Молодые люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить помощь в молодежном центре здоровья. Такие есть в каждой поликлинике. Обратиться могут подростки с 12 до 17 лет и молодые люди с 18 до 29 лет. Им оказывается комплексная медико-социальная и психологическая помощь. При этом специалисты отмечают, прием абсолютно конфиденциален. То, что было сказано в кабинете, останется там же. Человек, который приходит в молодежный центр здоровья, он получает консультацию по всем вопросам, по которым может получить. Это абсолютно бесплатно. То есть вне зависимости от места прикрепления человек может прийти. Прием ведут акушер-гинеколог, врач общей практики, фельдшер, психолог, уролог и юрист. С начала года по области оказано свыше 182 тысяч услуг на сумму 431 миллион тенге. Финансируется центр фондом ОСМС. Чаще всего нам обращается молодежь по каким-то личным бытовым обстоятельствам. Бывают проблемы в семье, недопонимание между супругами. Когда подростков не понимают родителей, у них возникают какие-то трудности, мы пытаемся всем этим помочь. А в те моменты, когда пациентам необходима юридическая помощь, у нас есть хороший юрист, мы можем его позвать. Она может проконсультировать пациента с таким моментом, когда, допустим, какие-то трудности с получением каких-либо документов. Когда человек не понимает трактовку того или иного закона. Чаще всего в центр обращаются люди с 22 до 25 лет. Обратиться в центр можно по телефону горячей линии 625-444-305, через сайт поликлиники 4ГорПол и через Инстаграм. В скором времени планируют ввести онлайн-консультации. Самые активные, креативные и всегда идущие к новым знаниям. В Петропавловске состоялся слёт молодых педагогов. Участие в нём приняли 50 молодых специалистов области. Среди тех, кто приехал на двухдневный тимбилдинг, учитель истории Талшикской средней школы Куандых Жолтайулы. Говорит, самое главное на этой встрече – возможность обменяться опытом и следующий учебный год начать с новыми силами и идеями. От этого мероприятия у меня очень хорошее впечатление, так как молодые педагоги, они здесь не только учатся к чему-то новому, они, например, здесь общаются, участвуют в различных играх, коучингах, тренингах и от этого коммуникация. Мне понравился тренинг по дебатам и тренинг коучинга, квесты разные и спикеры у нас, очень высококвалифицированные спикеры. Тренинг с психологом, обучающий тренинг, квест-игра, вечерний гость. Задать интересующие вопросы, возникшие во время педагогической работы, можно было приглашенным спикером. Директор Центра Национальной Академии Образования имени Ибраил Тенцарина Иркебулан Жумашев говорит, что сейчас государство создает все условия для повышения статуса педагогов, их профессионального развития. В настоящее время мы ввели градацию педагогов. У молодых педагогов появилась возможность постепенно развивать себя. При региональном центре методической работы информационных технологий в сфере образования действует 17 предметных ассоциаций. В этом году запустили деятельность нового объединения Жанан Кадам, направленного на поддержку молодых специалистов. Цель данного мероприятия – повышение педагогических компетенций наших молодых педагогов. Данное мероприятие проводится в рамках международного форума молодых педагогов, который пройдет накануне Дня Учителя в конце сентября. Также мы планируем провести конкурс «Дюбют» для молодых педагогов. Создана уже ассоциация молодых педагогов. В области более 3000 учителей, стаж работы которых не превышает 3 лет. 50 из них вошли в ассоциацию молодых педагогов. Анастасия Кузнецова, Казбек Арыкбаев, МТРК Петропавловский стартовал международный фестиваль «Казалжар Мьюзик Фест». Радовать жителю он будет с 1 по 7 июля. Каждому дню посвятили свой жанр. Сегодня традиционная музыка. Пятничный вечер начался с выступления творческих коллективов. Фольклорный ансамбль «Алкисай», ансамбль «Туганжер», солисты областной филармонии имени Акан Сиры и многие другие артисты блистают на сцене и радуют североказахстанцев своим талантом. С открытием фестиваля, посвященного празднованию Дня столицы и 270-летия города Петропавловска, североказахстанцев поздравил заместитель Акимобласти Саджан Аблалиев. Проект современной культуры признан объединить лучшие достижения творческих коллективов и установить связи с целью обмена опыта между творческими объединениями на территории Казахстана и за рубежом. Музыкальный праздник пришелся по душе как взрослым, так и самым маленьким. Атмосфера на главной городской площади, несмотря на прохладную погоду, теплая и радостная. Прекрасное выступление, вообще интересно так в наши серые дни, будние. Атмосфера хорошая, интересно все, голосистые. Концерт очень классный, музыка красивая, и фонарики красивые, все тут красиво, декорация тоже. Фестиваль продлится до 7 июля. Каждый день жители и гости города будут радовать своими выступлениями творческие коллективы нашей области, а также известные артисты республики и других стран. Начало концертной программы ежедневно в 19.30. Диана Сальнихова, Замат Бэмукан, МТРК. На следующий день, 2 июля, Петропавловцев и гостей города порадовали джазовой музыкой. На сцене главной площади артисты представили от легкой эстрады до сложнейших композиций. Десятки номеров, наполненные ритмами, мелодичными линиями и живым дыханием музыки. Первыми на сцену вышли артисты военного оркестра Академии Национальной гвардии страны. Свыше 20 композиций прозвучали от коллектива областной филармонии имени Акана Сиры. После на сцену вышли исполнители эстрадно-симфонического оркестра. В завершении музыкального вечера творческие коллективы выступили с популярными произведениями 70-80-х годов. Напомним, концерты проводят накануне Дня столицы и Дня города в рамках фестиваля Козложар Мюзикфест. Продлится он еще 4 дня. С 1 по 4 июля 2022 года в городе Бишкеке проходил чемпионат мира среди младших и старших юношей по гиревому спорту. Участвовали в нем более 200 спортсменов из различных стран мира. В составе национальной сборной Казахстана выступил курсант первого курса Академии Национальной гвардии Алмаз Исенов. Он одолел спортсменов из России, Узбекистана, Кыргызстана, Индии, Белоруссии, Туркменистана и Пакистана. По итогам второго дня соревнования весовой категории до 64 килограммов, Алмаз Исенов выполнил 132 подъема двух гирь по 24 килограмма и в данной весовой категории стал чемпионом мира. Академия отмечает, что это уже не первая победа Алмаза на чемпионатах разных уровней. Курсант является неоднократным призером республиканских и международных соревнований по гиревому спорту. Им юноша занимается пятый год. Футбольный клуб «Козелжар» вновь потерпел поражение. На этот раз он уступил футбольному клубу «Аксу». Накануне очередного тура эксперты в сфере спорта назвали петропавловский коллектив фаворитом. Однако наши спортсмены не смогли доказать это звание. Матч против футбольного клуба «Аксу» завершился со счетом 1-0. После поражения «Козелжар» переместился на 12-ю строчку турнирной таблицы. Дедущий матч состоится 7 июля в рамках Кубка Казахстана против Актаусского «Каспия». Оба коллектива соревнуются на выезде. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!